По назначению радиостанции подразделяются навещательные, профессиональные, радиолюбительские для гражданской радиосвязи, бортовые, глушения, контрольные, навигационные. Вещательные радиостанции – это комплексы технических средств, создающие и распространяющие радиопрограммы посредством радиоволн. Радиолюбительские радиостанции – это радиоприемники и передатчики, которые используются людьми для хобби, называемого радиолюбительством. Оно включает в себя конструирование, модификацию и использование радиоаппаратуры для радиосвязи, технического самообразования и участия в радиоспорте. Радиолюбительские цифровые радиостанции – это устройства, которые передают голос и данные не в аналоговом, а в цифровом формате. Вместо непрерывного сигнала они кодируют звук в двоичные данные, что обеспечивает более высокое качество связи, помехозащищенность, повышенную конфиденциальность, а также дополнительные функции, такие как передача текстовых сообщений и адресный вызов. Радиофаксы – это система аналоговой передачи черно-белых изображений с использованием коротковолновых радиоволн, являвшаяся предшественником современных факсов и медленного телевидения. Эта технология использовалась для отправки фотографий с отдаленных мест, например, с островов, и до сих пор применяется для передачи метеокарт и информации судам в море. Радиомаяки – это стационарные радиопередающие станции, которые излучают радиосигналы для определения местоположения или направления движения объектов, чаще всего самолетов и судов. Эти сигналы используются для навигации, позволяя экипажу определить свое положение, направление и расстояние до майка или ориентироваться на определенном участке пути. Волмет – это глобальная система радиовещания метеорологической информации для самолетов в полете, сокращение от французских слов «вол» – полет и «метео» – погода. Она транслирует сводки погоды, метар, ТЕФ, предупреждение СигМет и другую важную информацию для экипажей на маршруте, особенно на дальних и океанических перелетах. Мурманск, 1, 5, 3, 0, ветер, 2, 8, 0 градусов, 1 метр в секунду. Видимость 1, 0 километров или больше. Облачность значительная 4,8 метров. Температура 3, 1, 2, 0, 9, 9, 9, 100 паскалей. Состояние ВПП-13, влажное, покрыто более 50%, менее 1 миллиметра. Коэффициент сцепления 0,65. Без существенных изменений к юти 743 миллиметра. Военные радиостанции, использующие азбуку МОРЗЭ, это, как правило, устаревшие радиотелеграфы, которые и сейчас применяются для передачи информации кодом. Например, станция дальней связи ВМС Израиля, известная под позывным 4XZ, которая вещает на различных частотах, включая 6607 килогерц. Она передает военные сообщения азбукой МОРЗЭ, в основном на другие корабли и станции, и работает из района Хайфы. Военные радиостанции, это радиоприемники и передатчики, которые используются в вооруженных силах для связи между подразделениями, координации действий и передачи информации на поле боя. Они обеспечивают оперативное управление войсками, что является ключевым элементом военной операции. Пример передаваемого сообщения российской военной радиостанции на частоте 6911 килогерц. Примеры сообщений номерных радиостанций. Иванградки, Василий, Борис, Единица. Иванградки, Василий, Борис, Единица. 55, 451. Ло, Мо, Зу, Да. 36, 39, 14, 54. 55, 451. Леонид, Ольга, Михаил, Ольга, Зинаида, Ульяна, Дмитрий, Анна, 36, 39, 14, 54. Московское время 18 часов 2 минуты. Прием. Николай, Женя, Татьяна, Иван. Николай, Женя, Татьяна, Иван. 61, 987, 7 gent, Иван. Николай, Ольга, Павел, Семен, Иван, Семен. 83, 23, 68, 98. К achei. Пример. Кои. Очень хорошо. Реклама. 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 Парк. Реклама. Реклама. Пилот 96. Я 173 прием. 173. Я пилот 96. Вязку прием. Пилот 96. Я 173. Я клювые разбираете. Прием. 173. Я пилот 906. Вporter 4 баллов прием. Затажер 29. Затажер 29. Затажер 27. Затажер 27. Сулья 60. Жиги 46. Латыш 64. Ружье 26. Ружье 26. Как смешно. Как смешно. Прием. Воздух. Охват 98. Охват 98. 67. 787. Зинаида. Иван. Михаил. Ульяна. Шура. Константин. Анна. 25. 97. 67. 46. Прием. Продолжение следует. Маклан. 85. 580. Кабардак. 94. 80. 55. 85. Время. 10.44. И немного о радиолюбителях в кавычках. А тем, кто досмотрел это видео до конца отличной связи, хороших эфиров, отсутствия помех. Наилучшие пожелания. 73.